Так, девочки, платье 54 или 56 размера, потом посмотрю, посмотрите, какое красивое платье, оно мне, конечно же, идет, потому что голубой цвет это мой цвет, и я его надела с грубыми ботинками, потому что платье прям толстое, пуховик надеваю и все, посмотрите, даже такая преобразилась, классно. Мне нравится, длина рукава отлично, размер платья отлично, стоит 4500, по-моему, сейчас я посмотрю размер, 56 размера, то есть оно немножечко большимерит, потому что прям свободно я на себе его ощущаю, и мне понравился воротник, посмотрите, как хорошо вытягивает шею, замечательно, и даже шарфик не надо, пуховичок, капюшон, и пошел, и пошел, 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 поближе вам покажу, смотрите, какие косы по бокам, вязка очень похожа на ручную. Платье бежевого цвета, девочки, оно покороче, но оно не хуже, отлично, оно уютное, и его уже можно с более коротеньким пуховичком надеть, или с шубкой. И с лосинами его можно, да, можно, и тоже, смотрите, как хорошо, с грубыми ботинками смотрится оно, вязка шикарная. Это 56 размер, платье стоит 4500, 4500, я не набрала, да, девочки, 4500 платье стоит, тоже хорошо. Я всегда думала, что мне бежевый цвет не идет, что он меня высвечивает, высвечивает, ничего подобного. Сейчас я вижу, что это не так, что я ошибалась. Так, вот, коротенькое. Ну, понятное дело, что голубое платье, оно теплее, оно длинное. Но если у вас теплые колготки, то почему бы не надеть покороче. Уютное очень платье. Но все-таки ростовка голубого, это моя, а здесь, наверное, на метр шестьдесят пять, больше, шестьдесят восемь. Платье в стиле Боха, это на мне шестидесятый размер, платье стоит, Оля, посмотри, сколько, 4800, по-моему, оно стоит. 4500, на мне шестидесятый размер, вот, то есть, желательно это платье брать примерно на размер больше, тогда оно круче смотрится. Вот я взяла, смотрите, рукав свободный, такое летящее платье, тоже для зимы отлично, но уже, конечно, оно полегче, чем предыдущее. Ну, стильно смотрится, очень. Думаю, и брюнеткам очень будет хорошо это платье. И по цвету, и по фасону, кто любит, девочки, все прикрыто, что нужно прикрыть, все открыто, что нужно открыть. Отлично, вот я надела с грубыми ботинками, и очень хорошо смотрится. Ну, украшения не хватает, но это же все поправимо. Кстати, у платья есть карманы, глубокие, это мне нравится. Вот эти вязочки можно завязывать между собой, а можно вот так. Кстати, если хотите прям совсем свободное, размеры есть до 64-го. Представляете, вот эти вот платья до 64-го размера. Девочки, я в этом платье прям девочка-девочка. Да, Оль? Да. Сочетание цветов. Сочетание цветов, абрикос и синий. Кто бы мог подумать. Платье 58-го размера. Стоит 4,600. Есть карман. Приятная очень ткань. Прям вот приятная к телу. Можно у нас каждый день, но если вы хотите выглядеть наряднее, то кружевной воротничок. Можешь вот такой челечек? Нет. Нет, не совсем в том. Беленькое чего-нибудь. Можно туфельки. Кстати, туфельки если надеть, то это будет выглядеть совсем по-другому. И наряднее. Но я сейчас переобуюсь уже, потому что там есть платье, которое только с туфлями нужно носить. Ну, так мне нравится. Почему я в ботинках? Потому что я хочу уже надеть пуховик на это платье. На каждый день платье очень уютное, комфортное. Ну, его можно сделать нарядным. Я в этом уверена. Вот такое оно сшито по косой. Девочки. Персидская синь. На мне 60 размер. Платье стоит 4400. Я не переобулась, потому что вот с грубыми ботинками опять же круто. Но я сейчас переобуюсь. Я еще туфли надену, чтобы вы видели разницу. Но с ботинками смотрится очень стильно. Выбрала 60 размер, потому что вот хотелось, чтобы было оно свободное. Оно так и рассчитано. Платье очень нравится. Вот прям очень нравится. Надеюсь, вам тоже. И еще точно такое же платье есть, но темно-синего цвета. Оно 58 размера. Сейчас я его примерю и посмотрим, как на мне будет темно-синее и меньшего размера платье сидеть. Ну, сначала это же платье надену с туфлями. Девочки, ну, вот так в колготочках тоненьких и в туфельках, посмотрите, выглядит уже нарядно. Совсем по-другому. Согласитесь? Платье нравится. Мне нравится платье, у которых можно вот так воротничок поднять. Свет нравится. Все нравится. Фасон. Размер. Так, это 60, сейчас буду примерять 58. Платье темно-синее, богатый, такой темно-синий цвет. 58 размер. Но вот смотрю, то ли платье маломерят, 58, то ли я большомерю. Все-таки синее как-то посвободнее, хотя и это вроде бы неплохо. Но цвет и тот, и тот шикарный. Вот сложно выбрать даже среди этих двух расцветок. Этот как-то повзрослее, посерьезнее такой, да, он прям элегантный такой. Представительнее. Правильное слово. Представительнее. Да. Красивое платье. Так, 4400, надо запомнить. 4400. Запомните, девчонки. Размеры. Вот, 60 и больше есть. 58, 60, 62. Ну вот, мне кажется, оно маломерит. Маломерит? Я как-то посвободнее тебе смотрю. Я и говорю, то ли оно маломерит, то ли я большомерю. Нет, нет, оно маломерит, потому что у тебя и спина вот здесь вот подтягивается. Жаль. Вот это мне понравилось тоже. Ну, значит, не супа. Значит, кому-то другому повезло. Значит, кому-то другому повезло. И в грудиах оно тебе тесное. Да. Так, девочки, платье 64 размера. Не верю. Не верю. Девочки, я не боюсь больших размеров. Абсолютно. Многие отказываются даже примерять, потому что они не могут смириться с тем, что они носят такой размер. Я могу и 70 надеть. Если на мне хорошо сидит, пусть будет 74. Вот это 64 размер, 64, по-моему. А оно тебе большое. Ну, да, великовато. Имейте в виду, что платье... Вот это 64, оно примерно на... На 60-й. На 60-й, да. На 60-й, на 62-й, может быть. Ну, сиди, девочки. Ну, если не смотреть спинку, то вообще вот очень удобное платье. Вот, девчонки, 64-й, но на 60-й, 62-й оно. Вот. Немножко великовато мне. Видите, чуть-чуть. Не подросла я до него. Так, девочки, блуза и брюки. Брюки на мне 56 размер. Блуза тоже 56. Ну, а блуза оверсайз, поэтому так свободненько. Паховая зона, естественно, открыта, но это блуза такая. Я не виновата. Ну, мне кажется, она у меня в порядке. Как ты? Паховая зона. Нормально? В общем, она разговаривает с паховой зоной. Кто-то мне говорил. Она разговаривает с окном, со своим. Девчонки, мне нравится вот этот образ. Несмотря на то, что блуза укороченная. Блуза шикарная. Блуза шикарная. Она еще есть в черном цвете. Ну, кстати, мне и черный цвет. Я, ну, то есть она в 54, на мне и 56. Но она свободная, мне кажется, мне и черный. Ой, черный какой классный. Бери тоже. Ага. Девочки, блуза просто бомбочка. Отлично. Да. Смотрите, тут затягивается сбоку вот так. Вот такая вот тут кулисочка. Сейчас я черную померю. Мне кажется, черная будет вообще идеально. Так, ну вот, посмотрели, да, девчонки, на меня? А еще я хочу белую с юбкой померить. Да. С юбкой, девчонки, будет тоже хорошо. А ты вот сейчас черную вот эту померишь, потом приходишь, юбку надеваешь и с юбкой эти же блузы померишь. Девочки, блуза 54 размер. Ну, все-таки белая. Наряднее. Она не то чтобы наряднее, это тоже очень хорошее, эффектное. Но она мне маловато. То есть блуза должна сидеть прям свободной. Ну, 54 размер куда? Я же, ну, 58, 60. Ладно, еще поверила в себя, в 56 влезла. Ну, точно не 54. Но блузка просто шикарная. Если она сидит свободно, она прямо эффектная очень. Ну, вот такая. В общем, их всего две-то и осталось. Белая и черная. Сейчас я еще эту блузку померяю с юбочкой. Может, белая и не останется. Да, возможно, ее и не будет больше. И вот так с юбкой эта блуза смотрится. Юбка на мне 58 размера. У нее вверху пояс на резиночке. Очень удобная. Вот такая аккуратненькая, ладненькая юбочка. Ну, вот с юбкой вот эта блуза неплохо. Сейчас еще белую примерю. Аккуратненькая. Вот коленку закрывает. Это самая нужная длина. Там у кого дресс-код тоже в юбочках ходит. Вот так вот наряд прям получился. Комплект. Хорошо. Сейчас белую. Девочки, и вот такая еще юбка есть. Посмотрите, как здорово. Прям вот лучше не придумаешь. Хотите что-то нарядное, вот вам, пожалуйста. Серьги черные на мне из шунгита. Смотрите. Отлично все село. Юбочка на мне 58 размера. Ну, свободно можно было и 56, но уже не стала переодеваться. Вот, пожалуйста, юбка на подкладе. Да. Ага. Юбочка на подкладе. Блуза стоит 3000 ровно, а юбочка стоит... Сколько? Ну, цены вы будете спрашивать. Девочки, если на что-то цены не назвали, просто я оставлю инстаграм под этим видео. Звоните, узнавайте цены. Вам скажут уже точно, без ошибок. Сколько? 3200. 3200 юбка стоит. Девочки. Шикарные. Да? Сейчас запошив юбки только. Да. 3200 юбка стоит, девчонки. Отличная. Просто отличная. Девочки, нежно-голубая блуза из спандекса. Экозамша еще ее называют. Посмотрите тоже, как хорошо села. Мне нравится здесь воротник. Он такой лодочкой. Вот прям очень хотелось посмотреть, как он нам не будет. Ну, вот, смотрите. С юбочкой с этой тоже хорошо. Тоже хорошо. Черный кулон сюда можно какой-нибудь. Или брошь. Все. Образ закончен. Завершен. Отличная. Отличная. Блуза нравится. И воротник лодочкой эффектно смотрится. Да, эффектно смотрится очень. Он не мешает абсолютно. Вот он как растянут так. Вот у нее есть еще. Это в маленьком размере. 54-й есть. На мне сейчас 58-й. Стоит 3200. И вот такие еще есть. Абрикосики. Девочки, кто боится черного цвета, я вам знаете, что хочу сказать? Никогда не бойтесь. Потому что вы всегда можете освежить свое лицо любым платком, любым шарфом, любым украшением. Ну вот, смотрите, я такую пудровую косыночку надела. И все. И мрачного цвета уже как не бывало. Вот такой жакетик. Сначала надела, он прямо на меня сел идеально, но мрачновато. Просто вот косыночку и все. И вы королева сумочку. Смотрите. А такие жакеты-то еще есть? Вот еще маленькие размеры. Маленькие. Еще один девочке остался. Вот. Но качество обалденное. Он такой из 3-х. Рикотаж. 46-й остался. Вот тут с горчичной водолазкой. Смотрите, как придумали. Можно вместо косынки любую водолазочку. И будет здорово. И с брючками, и с юбками. И с брючками. Я сейчас с брюками померяю. С юбкой вот прям мне нравится. Несмотря на то, что юбка вроде просит что-то укороченное. Но тем не менее, вот длинный надела. И все идеально. Сейчас с брюками буду его мерить. Тоже понравится. Кстати, брюки вот к этому жакету. Можно цветные, любые. Сочетать косынка в тон брюки. Например, наденете зеленые брюки и зеленую косынку. Вот казалось бы вообще. А оно соединиться и будет идеально. О, тоже хорошо такой галстучек получился. Вот такая у меня многослойность элегантная. Посмотрите. Боже, как это красиво. Это красиво. Девчонки, я вижу, что это очень красиво. Сейчас жилеты прямо вот в моде, в тренде. Поэтому, если у вас есть белая блуза, вы можете надевать любой жилет. А если у вас есть разноцветные блузы, то, естественно, подбирайте такой, какой подойдет вам по цвету. Ну вот, смотрите. Длинная блуза. Это, девочки, те блузы, которые нам с Олей достались. Их сейчас опять привезли, но уже в большом размере. Посмотрите, как здорово. Вот такая вот многослойность. Это смотрится, как ремень, да? Ой, девочки, мне нравится. Украшений не хватает. Какой-то вот, ну, одной детали вот здесь не хватает. Будет здорово. Ну, пуговки тут. Ну, все. Вот черно-белый. Ну, юбка, юбка. Отлично. Отлично. Сейчас, девочки, я примерю другой жилет. Я почему не стала сейчас примерять с брюками? Мне хотелось эту блузу с юбкой померить. Поэтому я ее снимать не стала. Но мы еще с вами сто раз переиграем, покружим это все. Вот, смотрите, несколько базовых вещей. И их можно вот так вот друг с другом сочетать. Юбку с блузкой, блузку с брюками, жилет еще наверх. Жилет с юбкой, жилет с брюками. Это же просто куча вариантов. Меняйте украшения, шарфы, и вы каждый раз будете выглядеть по-разному. Ну, вот еще, девочки, есть вот такой красный жилет. Я блузку туда подвернула, потому что, ну, белое торчит. Как бы вот тут уже белый мешает. Прямо вот лишнее. Но я думаю, что красный будет лучше смотреться с брюками, чем с юбкой. А с юбкой прямо вот так пестрая жилеточка хорошо. Да? Кармашки есть? Что вам надо? Какую книжку изволите в нашей библиотеке? Дюма? Сейчас принесу. И вот так, девочки, с брючками. Ну, вот все-таки с красным жилетом хочется вот это белое убрать. Все остальное оставить, а вот это убрать. А с черно-белым смотрится вот эта вот штучка отлично. Ну, вот с брюками очень элегантно, эффектно. Сейчас я вам еще что-то покажу. А если вы хотите еще сильнее утеплиться, то вот этот джемперочек. Посмотрите, какие у него шикарные рукава. Девочки, это 54 размер. Был бы больше, надела бы больше. Нет, к сожалению. Но его можно сделать шире, без проблем. Это же вязаный трикотаж. Просто берете утюжок и в разные стороны отпарили. Все. Ну, вот так мне нравится тоже. Очень. Очень нравится. Очень. Кстати, с юбкой будет тоже отлично. Вот прям теплый. Вот прям теплый. Очень. Девчонки, вот это мне нравится. Вот это мне прямо очень нравится. Беланжевая пряжа. Вот такой связанный. Черно-белый, а смотрится серым. Вот девчонки. Штучка. Рукав. Тут рукав меня просто покорил. Видите, как связан. Вот так вот. И он чуть заметный, что там три косы. Потому что он пестрый. Был бы он, например, однотонный, это было бы видно очень, но эффект бы был другой. С юбкой будет тоже здорово. Вот он мне очень понравился. Теплый, такой уютный. И с рубашечкой, с любой. С водолазочкой. Их тут расцветок полно. Вот подобных. Зеленый. Вот он, кстати. Вот такой. Тоже с большими пуговицами. Девочки, ну вот так. Жилет. С брюками. Ну я прям вообще, девчонки, такая стройная. Подтянутая. Ну вот не хватает украшения. Какого-то вот здесь. А так мне нравится. Именно вот так образ играет. Здорово. Вот это укороченный жилет. Прямо то, что нужно. И с юбкой. И с брюками. С чем угодно. Прямо очень. Прямо очень-очень. Ну вот. Все мы вам показали. Все рассказали. Что-то понравилось. Что-то прям очень понравилось. Ну в принципе все, что примеряли, понравилось все. Мы же это выбирали, потому что нам понравилось. Примерочную носили. Но взять-то все не можем, к сожалению. Поэтому приходится выбирать. Вот такая блуза у меня есть. Ну а остальное, девчонки, пишите, что мы с Олей выберем. Может быть кто-то и догадается. Пока-пока. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok